Друзья, приветствую! Одна из моих учениц попросила максимально понятно объяснить, каким образом можно структурировать прием тремоло для того, чтобы его легко можно было внедрить в практику игры на гитаре. Вопрос правильный, потому что чем яснее мы понимаем то, что должны играть, тем проще нам будет это использовать во время игры. На самом деле прием тремоло можно структурировать, разбив его на две части. Первая часть басовая, вторая часть это то, что непосредственно вызывает у нас ощущение звучания мандолины, сам прием тремоло. Басовая часть, первая часть этого приема играется большим пальцем правой руки, а остальные ноты играются последовательно безымянным, средним и указательным, как правильно именно в такой последовательности. И посмотрите, как это у нас происходит. Можно обыгрывать любой аккорд на любой позиции, в любой гармонии. Мы щипаем бас, большой палец, потом последовательно безымянный, средний, указательный, обязательно по одной и той же струне. Потом опять бас, опять три пальца, бас, три пальца, бас, три пальца. А потом уже вопрос только времени и технических навыков. Давайте мы знаете, что с вами сделаем. Сейчас попробуем симпровизировать что-нибудь буквально на этих трех-четырех аккордах. Посмотрим, что у нас с вами получится. Приятного прослушивания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Практикуйтесь, чтобы у вас этот приемчик звучал красиво, мягко, нежно, аккуратно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok